МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Излечим, но очень опасен. Именно так коротко можно охарактеризовать героя нашей сегодняшней программы. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о туберкулезе. С этим заболеванием уже не один век пытаются справиться. Но цифры до сих пор остаются нерадующие. Каждые 20 секунд на планете умирает человек от туберкулеза. И если вы думаете, что это заболевание асоциального контингента, то это совсем не так. Дело в том, что неправильное питание, недосыпание, сверхурочная работа может явиться факторами риска развития туберкулеза. Именно обо всем этом мы сегодня поговорим в нашей программе «Стело человека». Туберкулез был спутником цивилизации с незапамятных времен. Признаки туберкулезного процесса в костях обнаружены у мумий, датируемых 27 веком до нашей эры. И все это время человека и палочку Коха связывали непростые, но прочные живучие отношения. Во влажном и темном месте она сохраняется до 7 лет. На страницах книг живет 3 месяца, в масле и сыре – до года. Причем, прижившись в организме, туберкулез способен долго и бессимптомно там сохраняться. А активно сражаться с болезнью начали в середине 19 века. Тогда Европа переживала настоящий бум туберкулезных санаторий. В первой лечебнице, открытой в Герберсдорфе доктором Бремером, новым словом в лечении стал метод гидротерапии. Помимо целебного воздуха, больным прописывали обильное питание с небольшим количеством вина и строго дозированные физические упражнения. Результаты метода доктора Бремера в то время превосходили все существующие. Однако сам он смерти от этого диагноза не избежал. В 1933 году туберкулез признан ВОЗ всемирным бедствием. А 24 марта провозглашено Всемирным днем борьбы с туберкулезом. Сейчас время представить наших сегодняшних гостей. Итак, давайте знакомиться. В гостях у программы «Тело человека» врач-фтизиатр, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Гомельского медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент Ирина Викторовна Буйневич. Здравствуйте. А помогать нам будут двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Анна Рымашевская. Здравствуйте. И Сергей Хайнак. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Традиционно мы начинаем нашу программу с первого опроса для вас. Внимание на экран. В истории такого заболевания, как туберкулез, много белых пятен и непроверенных фактов. Например, считается, что впервые болезнь описал Гиппократ, но ошибочно считал ее наследственной. Его коллега Авиценна был ближе к истине, напрямую связав условия жизни и питания со скорейшим распространением инфекции. Но один факт был и остается достоверным. 24 марта 1882 года родилась фтизиотерапия – наука о туберкулезе. А вот кто был ее родоначальником и какой вклад в науку и медицину внес этот человек – это вопрос для вас. Ребята, прозвучал первый вопрос для вас. Вы пока покопайтесь в истории и найдите на него ответ. А мы начнем наш разговор. Ирина Викторовна, если сегодня у 10 человек спросят о том, что такое туберкулез, то большинство назовет, что это заболевание легких. Так ли это на самом деле? Ну, конечно, это не совсем так, хотя вы абсолютно правы. Это практически все говорят о том, что туберкулез – это кашель и кровохарка, они основные симптомы называют. Но на самом деле туберкулез – это заболевание всего организма. И в прежние времена туберкулез называли недаром чахоткой. То есть, по сути, это хроническая интоксикация, это истощение. Причем длится это, конечно, месяцами, и не всегда человек понимает, что он заболел. А вот кашель и кровохарканье – это уже, конечно, симптомы, когда мы достоверно можем определить это заболевание. То есть, это человек, который является бактериовыделителем, заражает окружающих, опасен для окружающих, соответственно, в эпидемиологическом отношении. В этой ситуации. Но на самом деле он мог болеть еще, уже, вернее, несколько месяцев назад он мог заболеть. Вот симптомы хронической интоксикации, такие как утомляемость, снижение работоспособности, плохой сон. То, что никто из нас вообще даже и подумать не может о том, что это может быть туберкулез. Но при этом есть еще такие симптомы, как субфибрильная температура по вечерам на протяжении нескольких недель даже это может быть. Это может быть потливость, особенно ночная. Это может быть снижение массы тела. Некоторым это нравится, когда худеют. Но, однако, это ситуации не вполне здоровые. То есть, это как раз-таки есть те начальные симптомы, на которые человек должен обратить внимание и обратиться к врачу. Конечно, конечно. Желательно, чтобы так было. Ирина Викторовна, но какие еще органы и системы все-таки при туберкулезе могут поражаться? Вообще, при туберкулезе поражаются абсолютно все органы и ткани, кроме ногтей и волос. У нас есть, конечно, прежде всего туберкулез легких. Это на 90% в структуре заболеваемости. И почему мы всегда выделяем туберкулез легких? Потому что это пациенты эпидемиологически опасные. То есть, они заражают окружающих. И есть, конечно, внелегочные формы туберкулеза, но абсолютно все. Может быть поражено. И вот в нашей больнице есть отделение для лечения таких пациентов, для пациентов с внелегочными формами. То есть, все абсолютно органы и ткани. То есть, любой врач на своем приеме может столкнуться с пациентом, который приходит вроде бы по заболеванию, по профилю, а оказывается болен туберкулезом этой системы? Безусловно. Ирина Викторовна, ну, известно, что это заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. В то же время из 100 человек, в организм которых попала бацилла, только 5 заболеют действительно туберкулезом. Какие же основные факторы, что человек заболеет? Это социальные какие-то, это питание, может быть, условия на работе и так далее. То есть, на что здесь нужно обращать внимание? Ну, для афтезиаторов, прежде всего, важны три группы, как мы их называем, группы риска по развитию туберкулеза. Мы выделяем три группы. Это группа социального риска, группа медицинского риска и группа контактов. Понятно, что контакты – это те, которые контактируют непосредственно с пациентом. Это члены семьи, люди, которые работают с такими пациентами, страдающими туберкулезом. Группа медицинского риска – это те, у которых есть серьезные заболевания хронические. Но на первом месте сейчас и для Гомельской области, прежде всего, стоит ВИЧ-инфекция, конечно. Кроме того, это может быть сахарный диабет, люди, получающие глюкокостероидную терапию, цитостатики и так далее. Ну и, конечно, большая группа социального риска. Все-таки туберкулез всегда был болезнью социальной. И есть эта социальная болезнь. Это, конечно, те, у которых определенные проблемы. Значит, это люди без определенного места жительства. Это люди, освободившиеся из мест лишения свободы. Это люди с низким материальным достатком. Так будем говорить об этом. Это беженцы-мигранты. Большая такая категория населения. Люди, злоупотребляющие алкоголем. Вот это, конечно, это группа риска. Но заболеть может абсолютно любой. Вы правы в этом утверждении. Любой, к сожалению. Потому что, конечно, инфицированных у нас очень много. Хотя заболеваемость туберкулезом снижается. В Гомельской области снижается. Но процент инфицированных людей пока еще достаточно высок. А инфицированный риск заболеть туберкулезом у инфицированного где-то примерно 10% на протяжении всей его жизни. Ну, я говорю о тех людях, у которых нет иммунодефицитного состояния. Потому что люди с иммунодефицитом, у них 10% в течение года заболеет туберкулезом. Поэтому заболеть может любой. Но генетические факторы тоже свою роль играют. Безусловно, играют. Предрасположенность к развитию туберкулеза. Конечно, конечно. Это и нужно, наверное, вспомнить историю в тезо 3. Потому что туберкулез-то известен человечеству несколько тысяч лет. И, соответственно, это всегда было смертельным заболеванием, неизлечимым заболеванием. Ну, а выживали, безусловно, самые сильные. И, соответственно, генетическая предрасположенность, особенно в тех регионах, где туберкулез был особенно, свирепствовало. Это, прежде всего, территория Европы. Там, конечно, достаточно высокая устойчивость к этому заболеванию. То есть мы инфицируемся, проживающие на территории Европы, да, а вот люди, но они болеют. Сейчас я предлагаю послушать ответы наших ребят на первый вопрос. А он был именно у родоначальники в тезиатрии. Кто будет отвечать? Позвольте я. Да, пожалуйста, Сергей. 24 марта 1882 года эта дата ознаменовала поистине фундаментальное событие в истории в тезиатрии, а именно открытие Робертом Кохом, возбудителя туберкулеза. Роберт Кох – это немецкий микробиолог, один из основоположников современной эпидемиологии и микробиологии. Он лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии. Он с детства был достаточно таким любознательным молодым человеком, что и ознаменовало его дальнейшую судьбу. В университете его учителями были такие именитые люди, как Якоб Генли и Георг Мейснер. Их дискуссии о природе заболеваний и микроорганизмах зажгли в молодом студенте интерес к данной проблематике. После возвращения, ну, когда он вышел из университета, он пошел добровольцем на Франко-Простскую войну, военным врачом. И в свободное от своей, так сказать, работы время занимался изучением, ну, различных микропрепаратов на микроскопе. По возвращению домой его жена подарила ему личный микроскоп, и это дало ему возможность больше посвятить себя любимому делу и практиковаться в данных навыках. И вот в 1870-х годах его отправляют в Польшу, уездом работать с врачом, и он замечает, что большое количество крупнорогатого скота и овец болеют сибирской язвой. И основываясь на опыте своего коллеги Луи Пастера, он начинает изучать данные, ну, данных животных и находит в возбудителе сибирская язва, и что придает ему достаточно большую известность. В последующих годах за его заслуги отправят в Германию. Он в 1881 году выпускает свой труд, в котором он излагает впервые использование твердых питательных сред для выращивания микроорганизмов. И вот, изучая туберкулез, он в 1882 году заявляет о открытии возбудителя. Это было очень действительно важным событием, и поэтому Германия, правительство Германии отправляет его в Индию, чтобы он занимался холерой. И, собственно, в Индии он открывает тоже возбудителя холеры. И по возвращению на родину он начинает искать лечение от туберкулеза. И он находит туберкулин, добывает данное вещество, но терапевтического эффекта оно не дает. И поэтому возникли различные прерии в обществе, но потом выяснилось, что данное вещество можно использовать как диагностическое средство, и поэтому начали использовать его таким образом. Также я забыл упомянуть, что при открытии туберкулеза он решил использовать красители для бактерий, и это тоже его одна из больших заслуг, используя анилиновых красителей. И в конечном итоге в 1905 году ему присуждают Нобелевскую премию за его заслуги. Ну что ж, хороший полный ответ. Ребята, я предлагаю послушать вам следующий вопрос. Внимание на экран. Туберкулез – враг, безусловно, серьезный. И победить его можно при наличии строгого соблюдения, рекомендации врача, медикаментозного лечения и правильного питания. Эти три компонента работают только вместе, и питание – не последнее по важности. А какие продукты рекомендуют врачи таким пациентам и почему? Это вопрос для вас. Ребят, прозвучал второй вопрос. Готовьте пока на него ответ, а мы продолжим наш разговор. Ирина Викторовна, известно, что борьба с такими заболеваниями, как чума, оспа, в общем-то прошла успешно. А вот о туберкулезе этого сказать нельзя. И хотя временами казалось, что победа одержана, многие страны даже отказывались от вакцинации и потом за это жестоко расплачивались. Как в нашей стране ведется профилактическая работа в плане туберкулеза? Значит, вы абсолютно правы. Говоря о том, что медицинская общественность на определенном своем этапе в общем-то считала, что да, мы уже практически справились с туберкулезом. И это было приблизительно в 80-х годах 20-го века, когда многие стали в самом деле отказываться от прививки БЦЖ. Как раз-таки вот эта вакцинация Бацилла и Кальмета и Гирена была предложена в начале 20-го века, потому что именно этот период характеризовался высокой заболеваемостью, смертностью от туберкулеза. И прививка БЦЖ в те годы, когда буквально каждая пятая смерть была связана с туберкулезом, была очень важна для всего человечества. Лига наций эту прививку рекомендовала к использованию во всех странах в 1928 году. И с тех пор мы этой прививкой пользуемся, то есть практически 100 лет она известна, эта вакцина, и мы до сих пор ею пользуемся. И на сегодняшний день вакцинация БЦЖ остается актуальной для Республики Беларусь, потому что мы входим до сих пор в число 18 высокоприоритетных стран европейского региона по туберкулезу. Заболеваемость туберкулезом у нас еще пока не на том уровне, на котором хотелось бы, правильнее сказать, не на том уровне, на котором мы могли бы отказаться от вакцинации. Сегодня 64 страны в мире, в которых вакцинация БЦЖ обязательна, и 116, где вакцинация БЦЖ рекомендована. У нас обязательная вакцинация, прививаются все здоровые новорожденные дети на третий-четвертый день жизни. И вакцинация у нас составляет порядка 92% в роддомах, и остальные 4-5% прививаются уже после снятия противопоказаний в поликлинике. То есть у нас примерно 97-98% вакцинируются дети. Ирина Викторовна, а почему все-таки вакцинация не является таким гарантированным полисом на всю жизнь? Ну, это особенности самой вакцины. Я еще раз повторяю, 100 лет уже этой вакцине, что могли, предложили в те годы. Но она защищает абсолютно точно маленького ребенка. Она защищает развитие тяжелого заболевания. А тяжелое заболевание в плане туберкулеза для детей – это, конечно, распространенные формы туберкулеза, в том числе туберкулезный менингенцефалит, который, как правило, приводит к смерти ребенка на первом году жизни, если такое случится. И мы проводили исследования, и у нас на кафедре проводились такие исследования по детскому туберкулезу. Однозначно я могу сказать, что прививка БЦЖ защищает ребенка до 7 лет от тяжелого течения данного заболевания. Поэтому вот с этим связана до сих пор вакцинация. Прежде всего она касается тех детей, которые сразу после рождения оказываются в контакте с больным туберкулезом. Прежде всего для новорожденного ребенка – это, конечно, туберкулез у матери. То есть защита происходит, это абсолютно точно. Ну а в дальнейшем, конечно, человек уже с взрослением, так сказать, сам может бороться с этой инфекцией. Это уже ревакцинация на сегодняшний день не актуальна абсолютно. То есть у нас только вакцинация в роддоме и все. Но Всемирная организация здравоохранения поставила задачу перед учеными в этом отношении. И ведутся исследования, и предлагаются рекомендантные вакцины, какие-то геноинженерные технологии используются. Но пока это все в процессе разработки. То есть ждем. Елена Викторовна, еще такая группа 50+. Люди, когда, ну, просто уже с возрастом изменяется иммунитет, снижается. Могут ли эти люди протестировать себя на туберкулез? Ситуация складывается таким образом, что у нас в стране организованная система раннего выявления туберкулеза. Это входит в обязанности специалистов общей лечебной сети проводить обследование населения на туберкулез, это называется. Например, у нас обязательно рентгенно-флюорографическое обследование в Гомельской области, начиная с 17 лет и, значит, дальше. Все обращающиеся впервые в поликлинику в этом году должны пройти рентгенно-флюорографическое обследование. В республике у нас несколько иная ситуация в других областях, где ниже уровень заболеваемости туберкулезом. Там нужно обследоваться один раз в два года, один раз в три года, в зависимости от возраста, но у нас пока ежегодно. Кроме того, у нас существует, как я уже говорила, группа медицинского риска по развитию туберкулеза. И если пациент обращается по любому другому заболеванию, допустим, по проблеме Хоббл, он стоит на учете у терапевта как страдающей хронической обструктивной болезнью легких, предъявляет жалобы на кашель, то раз в год собирают мокроту у этого пациента для исследования на туберкулез, ищут микобактерию туберкулеза. Поэтому исследования эти у нас проводятся даже, если пациент не предъявляет, не изъявляет такого желания. Но если он хочет, и он приходит и говорит об этом, в первую очередь это, конечно, цифровое рентгенологическое исследование, предлагают пациенту обязательно. Елена Викторовна, а такой контингент, как школьники, что у них делается? Да, школьники, да. Детям проводят выявление туберкулеза благодаря, как у нас сейчас эта система называется, иммунной диагностики. То есть это две пробы, проба МОНТУ и диаскин-тест. Эти пробы детям ставят в группах риска, начиная с годовалого возраста, с года до 7 в группах риска проба МОНТУ, с 8 до 16 включительно, это диаскин-тест. Хотелось бы еще, наверное, о таких вредных привычках, как алкоголь, курение. Есть ли какая-то статистика, связь? Ну, безусловно. Но начнем с того, что курение ведет к развитию хронического бронхита и хронической обструктивной болезни легких, это группа риска по туберкулезу. Злоупотребление алкоголем – это тоже группа риска по туберкулезу, как социальная, можно так и медицинский риск, если это уже серьезное заболевание. Ну, а если посмотреть на контингент наших пациентов, то я хочу сказать, практически все страдающие туберкулезом, которые находятся у нас на лечении, вот на сегодняшний день, являются курильщиками. И основная масса среди этих людей злоупотребляет алкоголем. Вот если таким образом. Хотя есть люди, абсолютно не связанные с этими вредными привычками. Это единица, но это так вот случилось в жизни. То есть какие-то факторы повлияли, которые реактивировали эту инфекцию в организме, либо это люди, которые находились в контакте с больным туберкулезом. Болеют. Спасибо. Пришло время послушать ответ на второй наш вопрос. И этот вопрос был о питании при туберкулезе. Кто ответит на него? Давайте я попробую. Пожалуйста. Ну, прежде чем говорить вообще о вопросах продуктов питания, нужно разобраться в значимости лечебного питания и выявить основные задачи, зачем оно нужно. Ну, значит, нужно обеспечить обязательно полноценный рацион питания, в котором будет нормальное количество белка, жира, жира, углевода и, конечно же, минеральных солей и микроэлементов разных. Поэтому это все происходит в условиях повышенного распада белка, также жиров и углеводов. Конечно, задачей лечебного питания является поддержание нормального обмена веществ и, конечно, повышение сопротивляемости организма к различным интоксикациям, инфекциям. Ну, на сегодняшний день, значит, используется в лечебных учреждениях диета номер 11, которая подразумевает в себе, значит, это высокобелковая диета. Поэтому она должна быть по кратности частой, щадящей, должна быть пища отварной, измельченной или полуизмельченной. Это уже в зависимости от того, в каком состоянии находится пациент. Также, конечно, не стоит забывать и о витаминах, особенно на первых этапах лечения туберкулеза, поскольку аппетит в этот момент очень понижен. Но это не значит, что витамины нам будут заменять само питание, они просто будут поддерживать нормальное состояние пациента в этот момент. Ну, значит, а если коснуться самих продуктов питания, нужно говорить о содержании, значит, белка, жира и углеводов. Значит, если говорить о белковых продуктах, значит, мы берем во внимание молочные продукты, яйца, мясо, рыба и другие. Но это в условиях, опять же, повышенного распада белка, что не характерно для здорового человека. Если мы говорим об углеводах, мы рассматриваем, значит, макаронные изделия, крупы, в частности, гречка, рис, манка. Также это могут быть варенье, мед, как альтернатива сладкому. И, конечно, если мы берем во внимание продукты с жирами, это, в частности, растительные, и это будут оливковое масло, сливочное также и рыбий жир. Ребята, очень хорошие ответы сегодня ваши, молодцы. Ирина Викторовна, а я хочу предложить вам дать несколько общих рекомендаций в конце нашей программы. Что нужно делать, чтобы снизить риск и не заболеть туберкулезом? Ну, во-первых, нужно понимать важность диспансеризации, которая у нас сейчас проводится в стране, и не забывать о том, что если рекомендуют проходить рентгенофлюорографическое обследование, то, наверное, нужно все-таки это делать. Второй момент. Конечно, профилактика туберкулеза. Уже было сегодня сказано про питание много и правильно сказано. И важный момент – это, конечно, правильное, полноценное питание. Это тоже профилактика туберкулеза. Ну и в целом здоровый образ жизни. Нужно знать, что это профилактика любых заболеваний, в том числе опять же туберкулеза. Ну и молодым родителям я все-таки не рекомендую отказываться от вакцинации БЦЖ. Если настаивают, ну, по крайней мере, пока у нас не отменена обязательная вакцинация, надо все-таки ее принимать. Спасибо большое. Я благодарю вас за сегодняшнюю нашу встречу. В гостях у программы «Тело человека» сегодня были врач-фтизиатр, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Гомельского медицинского университета Ирина Викторовна Буйневич. Спасибо. Ребята, вам тоже большое спасибо и до новых встреч. Медицина 21 века решает практически все проблемы. И от пациента требуется совсем немного. Нужно лишь соблюдать во всем умеренность. Берегите себя, не болейте. А если заболели, то обязательно лечитесь. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова